Вот такая милая развивающая игрушка, благодаря специальному наполнителю, поможет вашему малышу быстрее заговорить и развить мелкую моторику. Но в магазине она стоит от 300 гривен. И поэтому многим мамочкам она просто не по карману. Поэтому рукодельница Олечка Волкова прямо сейчас научит нас делать такую игрушку своими руками, используя обычный горох. Оленька, здравствуй! Здравствуй, Наня! Поскольку мы начали говорить о горохе, то очень странно, что у тебя в руках котик. Хотя ты знаешь, что я всегда рада, когда ты приходишь со своим любимцем. Это кот моей подружки. Но в какой-то степени он нам будет сегодня помогать, но все по порядку. Сегодня мы будем делать игрушку. Будет она обладать полезными свойствами и называться она будет игрушка с плюшка. Нам всем известно, что есть игрушки детские с такими вот шариками-наполнителями внутри. И как раз сегодня такую мы будем делать. И, кстати, это не только удовольствие для ребенка, но еще и важный развивающий момент. Потому что, развивая осязание, ребенок помогает развиваться мелкой моторики и собственной речи. И я так понимаю, что кот здесь для того, чтобы напомнить, что игрушка будет вот такой симпатичной, напоминающей кота. И не только. Еще у нас есть такие вот необычные предметы сегодня. Это утюг, это бутылка с водой. И все их что-то объединяет. Во-первых, очевидно, что и кот, и утюг, и бутылка с водой могут оказаться практически в каждом доме. Абсолютно. Ну, а что у них общего в связи с созданием сегодняшней нашей игрушки? Давай-ка спросим у наших гостей. Чего я буду сама тут отгадывать? Давай. У кого есть версии? Пожалуйста, вы. Я думаю, если налить горячую воду в пластиковую бутылку, то, в принципе, можно разгладить пару складок на одежде. Утюг, конечно, с этим справится лучше. А вот можно ли погладить что-нибудь с помощью кота, я не знаю. Еще какие варианты есть? Я думаю так, кота гладим мы, утюг гладит наши вещи, а вода, ну, я думаю, что напоить кота и налить в утюг. О, как практично. Логичная последовательность в этом есть, но нет. Давайте еще попробуем. Как я знаю, этими тремя предметами можно согреться. В бутылку набрать теплую воду, кот, он сам весь мягкий, пушистый, теплый. Ну, а утюг, с моего личного опыта, могу рассказать, как можно в кровати согреться. И это так? Абсолютно верно. Четко в цель. Действительно, все эти вещи помогают нам согреться, особенно в зимний период, когда, когда ложишься в постельку, хочется, чтобы там было чуть-чуть теплее. Ну, подожди, с самого начала ведь речь шла об игрушке. Вот в этом все и дело, что эта игрушка с плюшком еще и обладает такой функцией, как согрев. А-а-а. Я хотела бы, чтобы нам в нашей работе помогла зрительница, которая угадала, что именно общего между всеми этими предметами, которые мы называли. Выходите, пожалуйста, к нам. Как вас зовут? Меня зовут Ира. Вы сказали, что на собственном опыте убедились, что и кот, и бутылка с теплой водой, и утюг могут прекрасно выполнить функции согревания. Расскажите об этом поподробнее. У меня маленький сынок, ему три годика. Так как у нас после ремонта плохо устанавливаны окна евро, очень холодно в комнате. А у меня муж, ну, очень мерзнет. Такой мерзляк. А у меня есть привычка постоянно все после стирки гладить. Отличная привычка. Детская все глажу, и постель все переглажу, но как-то вот было время, что забыла и сложила все в шкаф. И перед тем, как меняли постель, двухспальная кровать я одела простынь, которая на резиночке, она хорошо фиксирует. Взяла утюг, и это все прямо на матрасе. Плюс еще и ребенка кроватку оформили. Вот, пока муж поужинал, помылся, пришел, лег, говорит, ты что сделала? Почему здесь так тепло и уютно? Ирочка, я хочу сказать, что этим способом пользовалась еще моя бабушка. Для начала мы должны выбрать материалы. Ситец, хлопок, лен, все это подойдет. Но я бы советовала взять что-то тепленькое. Это флис либо байка. Да. Мы берем байку. Самая главная, основная деталь, это туловище. Состоит оно из двух частей. И они все похожи на вот такое яйцо, скажем так. Итак, кладем и обводим мелком. Можно наполнять гречкой, рисом. Можно также использовать синтетические материалы, такие как холофайпер, которые безопасны для детей, но их будет трудно нагреть. А в духовке можно нагревать? Можно нагревать. Можно нагревать просто на батарее. И так можно вырезать. Материалы по текстуре разные. Хвостики, я смотрю, и лапки, ну вот у этого котенка такие гладенькие, а тельце мягкое, почти пушистое. Да. Я уже не могу от него оторваться, серьезно. Он такой приятный, этот котенок, так и хочется его мять. Я пока расскажу, какие детали у нас еще есть. У нас есть лапки передние, лапки задние. Передние у нас более такие вытянутые, задние у нас более округлой формы. Потом у нас есть хвост и у нас есть ушки. Все детали, которые у нас есть, мы вырезаем по две штучки. То, что у нас касается тельца самого, все просто, нам надо две одинаковые сделать детали. Все, что касается ручек, ножек, хвостика и ушек, нам делать надо две части одну в одну сторону, а другую мы переворачиваем в другую сторону. У меня уже все готово. Ирочка, я вас тогда прошу максимально помогать мне. Лапки мы обводим мелком и обрезаем. По поводу туловища нашего котика. Можно сделать еще симпатичное сердечко посерединке на пузике. И вот как раз лапки будут его обнимать. Эту деталь мы должны прикрепить сразу, до того, как мы будем сшивать потом остальные части. Шаблон и подробную инструкцию, как сшить эту игрушку, мы уже разместили на нашем сайте. Для того, чтобы горох поместить потом вовнутрь игрушки, у нас будет два основных принципа. Во-первых, мы должны будем пошить небольшой чехольчик. Тот, который можно будет вынимать, его можно будет просушить, нагреть. И второе, тот горох, который мы будем засыпать вовнутрь, он должен быть немножко поджарен. А, то есть хорошенько высушен. Да. Я вот уже заготовила, пока Ирочка вырезает лапки, хвостик. Две части складываем мы их лицо к лицу. Затем мы делаем аккуратно шов вокруг. Делаем шов и выворачиваем. Соответственно, для того, чтобы вывернуть, когда сшиваем, мы оставляем какую-то часть не сшитой. Ирочка, я тебе уже подготовила сшитую лапку. Ты можешь ее вывернуть и начинать наполнять. А тебе, Надюш, пока будет задание наполнять еще нижние лапки. Я пока расскажу про наши ушки. Тут у нас получается немножко сложнее. Тут у нас будет три детали. Одна деталь – это задняя сторона ушка. А передняя сторона ушка будет состоять из двух частей. Одна бордовенькая и одна цветная. Вот здесь хорошо видно, какие в результате ушки получились. У них даже, знаешь, как будто бы объем такой получается, как у котенка ушки. Итак, ушко. Две детали передние мы сшиваем между собой. И они образуют переднюю сторону ушка. Вот так это выглядит наизнанке. И затем точно так же мы кладем ушко лицо к лицу. И сшиваем две детали. С одной стороны из двух половинок ушка, а с другой стороны цельная. Так, даю вам немного синтепона. А, например, ватой или еще чем-то можно наполнять? Ватой нежелательно наполнять игрушку. Потому что она берется комками не очень равномерно и не так приятно на ощупь. Я пока заготовила хвостик. Точно так же, как и предыдущие лапки. Ирочка, ну у тебя очень хорошо получается. И я знаю, что многие-многие наши зрители тоже умеют делать прекрасные вещи своими руками. Поэтому я напоминаю, что продолжается конкурс народных умельцев. Если вы умеете и любите создавать шедевры своими руками, присылайте нам свои работы до 1 марта 2015 года. Олечка Волкова оценит каждое из ваших изделий и выберет лучшие. А их авторов мы пригласим в гости. Девчоночки, лапки у нас есть, хвостик, ушки, все готово. Теперь будем все это собирать воедино. Первую очередь мы беремся за молнию. Молния лучше потайная. Ну, сантиметров 15 нам будет достаточно. Так, подождите, а молния коту зачем? Чтобы внутреннюю часть, в которой у нас будет горох, мы могли вынимать и просушивать. Очень удобно. Итак, мы крепим ее сбоку. Мы крепим к одной части молнию и потом ко второй части. Ой, вот так вот. Нагулялся? Он такой любопытный. Смотрите, какой непоседа. Молния у нас уже есть. Мы ее приметали и должны сделать там шов. Теперь мы открываем две половинки, там где тоже было сложено. И теперь складываем все детали вовнутрь. Хвостик, лапки должны смотреть к центру и ушки тоже у нас смотрят в центр. Для того, чтобы когда мы все сошьем, оно как раз оттопырилось в нужном направлении. Мы все можем наметать с помощью булавочек и вокруг делаем шов. Не забываем чуточку оставить молнию открытой, потому что потом не вывернем. Девчонки, не буду вас томить, сразу покажу, что у нас выйдет. Ух ты! Хочу обратить внимание на ручки. Мы их пришиваем с помощью пуговички к туловищу. Что касается сердечка, мы его уже пришили. Бантик можем на свое усмотрение тоже добавить для красоты. Девчоночки, ну а внутренняя часть, я думаю, что все понятно. Нам нужно две детали. Тоже складываем лицо к лицу. Мы делаем шов по всему периметру. И оставляем тоже небольшой зазорчик, сантиметров 7, для того, чтобы можно было вывернуть. Девчонки, помогите мне, пожалуйста, вывернуть. А скажите, а мордочку вот мы чем рисуем? Мордочку можно рисовать, можно вышивать. Очень хорошо и удобно получается рисовать контурными красками. Либо можно просто акрилом. И в течение буквально 15-20 минут клей полностью высохнет, уже можно даже давать ребенка. Вывернули, теперь туда надо засыпать горох. Но это все очень просто, с помощью ложечки, либо даже можно лейки это сделать. Я уже насыпала в точно такую же деталь. Как правильно нагреть эту игрушку с плюшку? Если мы говорим про духовку, то лучше, конечно, чехольчик, который у нас с горохом. Мы отправляем в духовой шкаф, нагреваем и потом вставляем нашу игрушку в чехольчик. Отверстие, которое у нас было, через которое мы засыпали горошек, мы, конечно же, зашиваем, чтобы все было герметично. Если касается того, чтобы нагреть игрушку прямо на батарее, то я вот целиком вместе с чехлом котом и кладу на батарее. Пусть там отдыхает. И пока игрушка греется на батарее, мы можем тоже согреться чашечкой кофе. Самое время сделать маленькую паузу, а потом продолжим. Нес кафе. Первое правило утра. Девочки, ну я уже не терпится. Я открываю замочек. Ирочка, хочу, чтобы вы придержали. И буду отправлять туда внутреннюю часть. Ну как игрушка с плюшком? Нравится? Очень нравится. Я думаю, малышу, сыночку, понравится этот кот? Так как он любит котят. Да, очень понравится. Привет, Ютуб. Тебе понравилось это видео? Оставляй комментарии и делись ими с друзьями. Ведь наши советы делают твою жизнь проще и ярче. А чтобы быть еще ближе, подпишись на рассылку нового видео. И все будет добре.